Палестинская проблема имеет на сегодняшний день несколько измерений, несколько слоев, если так можно выразиться. Один из них глубинный, это действительно до сих пор нерешенный вопрос положения палестинцев. Речь идет, кстати говоря, не только о тех, кто живет на так называемых оккупированных территориях на западном берегу реки Ордан или секторе Газа. Это еще и те палестинцы, которые, например, имеют гражданство Израиля и которые в этот раз, кстати, достаточно активно выступили. Мы видим, как в некоторых израильских городах имели место серьезные существенные столкновения между израильтянами и палестинцами. Безусловно, это показатель того, что на протяжении очень многих лет, фактически момента образования государства Израиль, эта территория имеет статус проблемный и проблемы не иссякают до сих пор. И, конечно же, наверное, мировому сообществу нужно задуматься о том, как бы этот вопрос скорректировать. Потому что, в принципе, мировое сообщество и в том числе ООН несут значительную долю ответственности, потому что именно в рамках ООН были приняты определенные постановления, резолюции, в том числе о создании двух государств на территории Палестины, и одно из них не было создано, и так далее, и так далее. Ну, это мы говорим о глубинных аспектах, и, конечно же, они все равно будут играть свою роль. И поэтому из раза в раз мы в данном случае находимся в каком-то цикле. Мы видим, как обострения сменяются переговорными процессами, потом переговорные процессы снова приводят к обострениям. Это какая-то уже бесконечная, к сожалению, долгоиграющая пластинка. И этому, в конце концов, можно и нужно, так или иначе, положить конец. Что касается действительно конъюнктурных аспектов, то здесь действительно есть предположение, что этот конфликт во многом выгоден и не Таньяху, потому что он разрушает возможную коалицию, в которую могли бы войти и арабские партии, которые сейчас, естественно, после вот этих событий не станут этого делать. Поэтому, наверное, здесь следует спросить у специалистов по Израилю, по тому, что происходит в израильской внутренней политике. Но отмечу, что ситуация там тоже очень сложная. И, к сожалению, здесь уже на протяжении, опять-таки, долгого периода мы видим, как некие отражения во внутренней политике находят проявление в том числе в этом конфликте. То есть конфликт действительно многим становится, стал уже достаточно выгодным, и этот фактор используется.